Продолжение следует... Смотрите, что у вас на лекции происходило. Вы, кажется, там убрали расширение и строили по нему такую группу, называется группа автомарфизма. Да, значит, вы ее обозначали как-то так. Правильно? А, кто-нибудь вообще был на лекции или что-нибудь знает, что-нибудь слушал. Ну, в общем, да, вот, значит, если у вас есть такое расширение, вы можете ему вставить группу, вот такую группу автомарфизмов. Ну, всем понятно, да, что это за группа? Да, это автомарфизмы L, сохраняющие R. Ну, гомоморфизмы как, то есть, автомарфизмы как автомарфизмы колеб. То есть, это диекция, которая сохраняет, диекция, которая сохраняет операции все. На самом деле, может доказать, что если у вас есть просто какой-то автомарфизм, не нулевой, то есть, какой-то гомоморфизм, который там единица переводит в единицу, ну, соответственно, он не нулевой, то тогда он будет автомарфизмом. Если вот это конечное расширение. Ну, как это сделать, кто-нибудь понимает? Это линейная алгебра называется. Ну, вот смотрите, пусть вот есть такой фи, он сохраняет F, и он L в L переводит. Причем L на D в конечное расширение. Тогда это автомарфизм. Ну, еще он единицу в единице переводит. Ну, вот надо на вот это посмотреть, как на отображение линейных пространств на D в. Вот давайте на такое посмотрим. То есть, если он сохраняет F, то это отображение линейных пространств из F в L. Вот, ну и что тогда? А? Что? Что? Так, давайте я напишу, значит, F, F от единицы равно единице, F на F равно тождественное, и третье, что еще надо потребовать? Ну, фигом, мархизм. А? Вам надо, да, объективность проверить. А вот если вот у вас есть просто гоморфизм из поля куда-то, то что про него можно сказать? Может ли там ядро какое-то быть? А? Да, значит, это инъективная штука, да? А-а-а. Ну, кроме нулевого. Ну и всего. Но вот это условие запрещает, чтобы идеал было все. Ну, поэтому у вас есть, как бы, там такое отображение из V в V, которое инъективно, и причем V имеет конечную размерность. Тогда что про него можно сказать? Высокие. А почему? Ну, потому что BEST, 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 BEST переходим. Ничего понятно. Ну, еще можно сказать, что размерность образа вот здесь вот будет такая же. размерность образа будет совпадать в размерности всего вот этого образ это будет все что не ну смысле нам надо доказать что это биекс вот все что нам остается нам надо вот у нас есть то что что это гомоморфизм, и нам надо доказать, что это би-ектора. То, что это инъективно, это понятно? Что? Нет, сейчас, стоп, какой элемент приходит к тебе? Ну да, это какие-то элементы из L, они могут там как-то перемешаться. Ну, в смысле, базис, не обязательно там элемент базиса переходит в себя. Это неверно. Ну, в общем, ладно, тут, ну, это просто такое стандартное рассуждение, что если у вас есть как бы инъекция из линейного пространства в себя, то это всегда би-екция. Это иногда бывает полезно. Ну, ладно. Значит, вот есть такая группа автоморфизмов, это такое отступление было. Значит, ну, и что с ней можно делать? Ну, иногда как бы с ней ничего хорошего не происходит. Вот, например, есть такое расширение Q вот на Q вот какие автоморфизмы у такого расширения? Да, смотрите, тут такое еще, да, такое рассуждение, что вот если альфа это, скажем, корень x3 x3 минус 2 да, тогда что можно сказать вот, и пусть есть какой-то автоморфизм here, тогда что можно сказать про t от альфа t от альфа тоже корень, а почему? потому что 5 альфа кубин минус 2 равно 3 альфа кубин минус 5 больше и это кубин минус 2 и это кубин минус 2 и альфа это корень x3 минус 2 ну или какого-то другого многочлена то тогда элемент должен переходить только в свой сопряженный это уже такое большое ограничение на вот эту ну на вот эти автоморфизмы то есть там ни что угодно куда угодно может переходить но там не где это 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 то есть то есть то есть то есть то есть и кубин альфа ну что ли то есть то есть то можно просто его скреженный вершин здесь использовать альфа альфа на свой финальный диск не вот это как раз неверно у нас будут примеры когда это не так тут как раз можно еще смотреть не только на тот который ну это связано с тем что это не только над этим верно да вот с этим элементом а с любым другим элементом расширения тоже верно ну давайте сейчас с этим поймем значит смотрите у нас корень в корень переходит да ну а вот это расширение содержит только вот один корень он не содержит корень кубический из 2 на омега и корень кубический из 2 на омега в квадрате да поэтому вот эта вот группа она ну вот вот эта группа в данном случае она просто единичная есть только тождественная автоморфизм понятно ну то есть у нас вот этот вот любой автоморфизм сохраняет вот этот элемент ну и соответственно он сохраняет кул да и сохраняет вообще все поэтому он тождествен да ну и можно более общее сказать что вот если у вас есть там ку от гамма на ку ну я ку пишу но в общем можно любое поставить ку вот то тогда ну если вот это к да тогда автоморфизмы к на ку а это будет ну как множество тут будет сколько элементов кто-нибудь понимает а да сколько элементов ну как это можно описать терминов к нет не всегда да вот смотрите здесь у нас где гамма был 3 да автоморфизм получилось один да вот значит ну это точности ответ это число сопряженных к гамма лежачих к а почему их ровно столько кстати а ну вот если например смотрите да как вот вот это поле можно представить вот если а кто такой вообще сопряженный кто-нибудь скажет да ну да это просто другой корень если вот у вас есть м гамма q да и у него там форме скажем там не знаю гамма 1 гамма n да да вот это минимальный многочин вот значит вот эти вот гамма 1 гамма n это все сопряженные гаммы так значит теперь смотрите как вот вот это расширение можно представить да ну ну его можно вот так представить типа как q от x фактор m гамма то есть тут изоморфизм вот ну причем при изоморфизме у вас гамма переходит в класс x а вот и как из этого следует что вот этот факт в правой части тут есть где-нибудь гамма ну кроме вот этого то есть если я тут напишу например гамма 1 это то же самое будет поэтому вот это можно для всех написать тут будет ну и поэтому надо такой сквозной смотреть он будет переводить гамма в гамма штрих вот так ну что вот этот факт понятен ну да то есть вот если мы смотрим автоморфизм вот такой штуки то мы его всегда можем перевести в любой который сопряжен гамма и лежит так это вот будет такой автомарфизм а что почему да ну вот это здесь вот это рассуждение оно показывает что ну смотрите нам нужно получить вот у нас есть такое как бы сопоставление когда у нас там не знаю там есть ну как написать да ну тут надо еще сказать что вот это как раз будет q от гамма это просто точно стираем согласна ну если гамма штрих лежит в в к да ну смотрите если гамма штрих лежит в к тогда вот это рассерение вложено в к да какие у них это размеры линейных пространств они совпадают вот поэтому тут будет в точности равенство вот и вот смотрите мы делаем последовательность вот таких вот автомарфизмах вот здесь вот у нас гамма переходит в класс икса вот здесь у нас класс икса переходит в гамма штрих поэтому вы как бы можете взять вот зафиксировать гамму и посмотреть куда она переходит ну то есть зафиксировать гамму и для любого вообще другого сопряженного который лежит в к вы можете устроить такой вот автомарфизм который гамма переводит в вот этот другой сопряженный поэтому ну и с другой стороны автомарфизм определяется очевидно тем куда переводится вот эта гамма потому что q понятно куда переводится q всегда на месте остается вот потому что единица в единицу там фи от двойки это фи от 1 плюс фи от 1 это тоже будет два там с отношениями вы тоже можете посмотреть вот ну и поэтому автомарфизм определяется тем куда гамма переводится с другой стороны вы гамму можете перевести в любой вообще корень который лежит тут поэтому ну вот верен такой факт не знаю понятно или нет довольно просто да смотрите вот здесь у нас как раз два сопряженных это какие корень кубический из двойки умножить на омега и корень кубический умножить на омега в квадрате они как раз не лежат поэтому вдруг автомархизм тривиально вот ну значит да давайте какие-нибудь еще примеры посмотрим значит давайте посмотрим на такой пример у корня из двух какая здесь будет группа автомархизма ну да два будет автомархизма значит у нас здесь будет вот эта группа состоит из двух элементов которая там корень из двух либо на месте остается либо переводится в минус корень из двух ну и понятно что для любого квадратичного расширения тоже там будет из двух элементов будет состоять окей давайте более сложное что-то разберем но перед этим давайте я еще одно вступление сделаю значит вот что можно какие тут есть конструкции смотрите есть вот такие расширения которые называются нормальными кто-нибудь помнит что это такое нормальное расширение значит L нормально на DEF если для любого не знаю все сопряженные к Y на DEF лежат так понятно определение то есть L нормально если вместе с любым элементом оно содержит все сопряженные то есть в частности вот здесь вот будет если скажем K нормально на Q тогда вот здесь будет в точности степень расширения то есть ну потому что если K содержит все сопряженные тогда здесь стоит ровно L L на Q ну то есть степень многочленов вот ну и на самом деле вот если здесь стоит степень там можете проверить что этого уже достаточно для того чтобы выполнено для любого вообще L он содержал все сопряженные то есть для того чтобы проверить что для любого содержит достаточно только для вот этого гамма ну если вообще у вас расширение имеет такой вид CAD гамма да ну можете проверить это у вас на лекции доказывалось можете посмотреть как раз давайте сейчас какие-то примеры посмотрим а да я еще забыл вот тут еще такое значит смотрите есть еще такая конструкция значит смотрите вот у вас есть с одной стороны расширение а с другой стороны его группа автоморфизма значит что тут можно сделать вот допустим у вас есть какая-то подгруппа здесь да тогда смотрите тогда ей можно сопоставить некоторое подполе промежуточное подполе вот здесь ну как вы думаете как его можно определить ну некоторое вот подполе вель содержащие ну вот оно обозначается L вот так L в степени H обычно и оно определяется так это все Y из L которые такие что для любого Sigma из H Sigma сохраняет Y Sigma от Y равно Y вот да ну смотрим все такие элементы то есть мы смотрим все Y которые сохраняются всеми элементами из H сразу нет это будет F только для случая когда у вас ну вот если L вот сейчас мы смотрим случай когда L нормально на D если L нормально на D тогда это будет тогда это будет F только в каком случае только когда вот эта подгруппа совпадает с этим совпадает с автоморфизмом это называется основная теорема теория Глоа ну и на самом деле обратно если у вас есть подполе или штрих вот как вы думаете какую подгруппу надо здесь поставить да все это все элементы которые сохраняют элементы из L' то есть это вот такому такой штуке мы сопоставляем значит я не помню как это обозначается ну ладно давайте я просто напишу L' сопоставляем все автоморфизмы которые для любого Y из L' SIGMA от Y равно Y да вот ну и есть основная теорема теории Глоа что вот это диекция между подгруппами в группе автоморфизма и под полями вот здесь окей давайте сейчас мы посмотрим какие-то примеры значит а значит пример ну например скажем возьмем возьмем вот корни из двойки плюс корни и строки вот ну какая степень расширения вы помните 44 значит степень 4 ну еще это расширение вот корни из двойки корни строки такое мы тоже проверяли вот многие давайте автоморфизм посмотрим смотрите а вот какие сопряженные вот этого элемента над куб вот здесь корень из двойки плюс корень и строки и у него сопряженные да 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 можно видеть что вот этого элемента сопряженные точности плюс минус корень из двойки минус корень и строки ну то есть их точности 4 ну смысле это и так понятно что их 4 окей ну ладно какие тогда автоморфизм могут быть вот можно ли любую вообще перестановку здесь делать любую перестановку здесь делать можно ли не верно ли что вот здесь группа была будет сколько из 24 наверно не да потому что 4 не на их ровно 4 на самом деле а вот кстати почему их ровно 4 как следует из того что было сказано да у нас каждый сопряженный лежит и поэтому у нас до автоморфизма форма 4 вот окей а да давайте сейчас еще поймем вот что давайте я вот что забыл сказать давайте значит можно еще такую конструкцию сделать вот есть обозначить и и но мы уже поняли что любой автоморфизм как-то переставляет вот эти корни да то есть на самом деле у нас есть такая такое отображение да давайте обозначим же это группа автоморфизма и вот и у нас есть такое отображение из же в группу переустановок из четырех символов понятно как она устроена ну давайте обозначить не знаю все ну смотрите у нас вот же она действует вот на вот этих вот корнях она их просто переставляет но это в точности определяет перестановку но если вы хотите если хотите там устроена так что если вот у вас есть и отсюда и вы хотите посмотреть на кси и вам надо посмотреть как он элемент переоставляет вот здесь надо посмотреть как он действует на элементах от 1 до 4 да ну и вот это можно определить просто как ну ну вот давай возьмем вот если у вас выполнено что фи от альфа и то это альфа катая то тогда вы естественно пишите просто ну в общем понятно как как вот он эти номера переоставляет так и так и мы строим перестановку поэтому вот смотрите есть автоморфию вот допустим он первый корень переводит во второй тогда мы строим перестановку где единица переходит в двойку вот допустим он двойку переводит то есть альфа 2 переводит в альфа 4 когда мы говорим что значит перестановка двойку будет четверку переводит не но это влияет конечно но просто ну просто нам же сейчас надо просто автоморфизм ой то есть просто гоморфизм в с 4 подстроить вот понятно как устроена да все все это такая перестановка которая действует точно так же вот я написал ее определение как бы если хотите почему почему то да ну то есть вы можете сказать что у вас там не знаю можно даже так сказать что у вас фи оно вот на вот это можно посмотреть просто как на объекции такого множества типов а а а а а четыре себе вот в общем тогда вообще все понятно то есть мы все просто тождественно себя представляем вот Так, ну что, понятно, как гамморфизм устроен теперь? Значит, у нас G в S4. И мы хотим понять, какие тут перестановки вообще возможны. То есть понятно, что невозможно, чтобы у нас все перестановки были, потому что у нас их всего четыре здесь. Вот. А у нас их всего четыре, но при этом, ну это меньше, чем 24, да? Вот. Ну какие возможности перестановки? Ну вот нам надо посмотреть, вот допустим, давайте я это сотру. Нам уже вдруг размеры, что-то взялось. Да. Да. Значит. Ну вот пусть есть FI какой-то, да? Пусть есть автоматизм FI. Вот. Отшли. Давайте посмотрим, куда он переводит α1. Допустим, он переводит в α2. Тогда как он действует на остальных корнях? Да, давайте. А почему это так, кстати? Альфа-1 это минус α1. Чего еще раз? Альфа-3 это минус альфа-1, да. А, ну да, да, правильно. Ну да. Ну да, а как это понять? Ну да, это как раз вот то, о чем я говорил, что иногда полезно смотреть не куда переходит только, ну как бы вот этот примитивный элемент, а еще можно смотреть элементы, которые тут лежат. Видите, тут же еще лежит корень из двойки и корень из тройки. Да? Вот. Поэтому у вас опять, у вас либо корень из двойки может переходить куда-либо в плюс-минус корень из двойки, а корень из тройки переходить в плюс-минус корень из тройки. Да? Вот. Ну и на самом деле, так как у вас автоморфизм в 4, да, то легко видеть, что это, ну, в точности любой, любая из этих комбинаций возможна. Вот. Поэтому, если у вас, например, ну, не знаю, там альфа-1 переходит в альфа-2, тогда у вас, ну, корень из двойки должен в минус корень из двойки переходить и корень из тройки оставаться на месте. Потому что, если что-то другое происходит, то и здесь тоже. Там, если бы корень из тройки переходил в минус корень из тройки, тогда у вас какой-то из другой из этих кармейки переходить. Ну, в общем, перестановка вот этих корень из двойки, корень из тройки определяет перестановку альфа. Поэтому перестановки, которые у вас возможны, это значит либо вот такая, ну, и тут, соответственно, тоже будет там фи, вот. То есть фи от альфа-4, это альфа-3. Ну, какие еще? Ну, еще вот это значит, вот это с этим меняется, да? У вас, когда это просто альфа, переходите в какой-то альфа-4 житая, ну, когда когда-то житая, вы делаете раз первым? Ну, за счет того, что вы только из двух. Ну, да, 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 да. Это из-за того, что, ну, у вас вот здесь вот все, если вы два раза любую из таких перестановок примените, то получите саж детства. Вот, ну, значит, здесь вот, если альфа-1 переходит в альфа-3, тогда корень из двойки переводится в минус корень из двойки, корень из тройки, минус корень из тройки. Вот, ну, и, соответственно, все остальные уже определены. Вот. Ну, и там альфа-1 может сюда переводиться, тогда у вас корень из двойки остается на месте, и корень из тройки переводится в минус корень из тройки. Ну, и можно, на самом деле, посмотреть, как здесь работает вот это основная теория материи Галуа. Да, значит, у нас есть какие-то подрасширения, значит. Ну, или можно даже так сказать, что вот у нас есть группа Клейна, да? Ну, то есть, понятно, что здесь группа автоморфизмов – это группа Клейна. Вы помните, как она установлена? Она просто Z2 плюс Z2. Значит, вот есть такая V4 – это 1, 2, 3, 4. 1, 3, 2, 4. Значит, 1, 4, 3, 4. Ой, 3, 2, 3, да. И еще тоже есть. Вот. Есть такая группа Клейна. Значит, у нее есть 3 подгруппы порядка 2. Значит, 1 подгруппа – это E, и вот это 1, 2, 3, 4. Вторая – это E, 1, 3, 2, 4. И третья – это 1, 4, 2, 3, E. Вот. Ну, и можно посмотреть, какие тут подполя будут оставаться на месте. Значит, вот какое подполе будет оставаться на месте, если мы вот 1, 2 поменяем и 3, 4. Вот тогда у нас корень из двойки переходит в минус корень из двойки, а корень из тройки на месте. Да, вот тут получается код корень из тройки, да? Вот. Что здесь остается на месте? Вот здесь вот у нас… А вот здесь, кстати, что остается? У нас корень из двойки переводится в минус корень из двойки, корень из тройки в минус корень из тройки. Ну, нет, это же не тождественная подгруппа. То есть это не все. Да, это корень из шести. Ну, потому что если вы перемножите, тогда у вас два минуса дойдут. Поэтому вот здесь будет у корень из шести. А здесь будет что? Ну, корень из двойки. Ну, да, тут будет, значит, у вас корень из двойки остается на месте, а корень из тройки переходит в минус себе. Поэтому здесь будет q от корня из двойки. Вот. Ну, и, соответственно, там тождественной подгруппе будет соответствовать, значит, всему v4 будет соответствовать q, а тождественной подгруппе будет соответствовать все расширение. Вот. Так, ну что, понятно этот пример? Ну, это один из таких простых вещей. Сейчас мы еще один разберем. Ну, смотрите, вот у вас, допустим, у вас первый корень со вторым меняется местами, и третий, и четвертый меняется местами. Вот если первый со вторым, да, тогда, смотрите, у вас корень из тройки остается на месте. Вот. Поэтому у вас получается расширение q от корней из тройки. Вот. Ну, там надо на самом деле еще, как бы, какие-то слова говорить о том, почему это все элементы, которые остаются на месте. Ну, понятно, что если вы там добавите еще что-то, то тогда у вас уже будет все расширение. Ну, а тогда что? Тогда у вас получится, что все расширение сохраняется вот такими перестановками. Ну, это понятно, что не так. Вот. Ну, ладно. Так, есть какие-нибудь еще вопросы по этому примеру? Давайте теперь еще что-нибудь разберем. Значит, у нас до конца как раз хватит, наверное, времени, чтобы разобрать вот такой пример. Значит, у, вот, корня кубического из двойки, корня кубического на омега, и корня кубического на омега в квадрате. Вот. Да, хотим понять, что за группа голова здесь. Почему три? Ну, это если бы вы одним элементом расширен, тогда было бы три. Но если вы еще добавляете, у вас еще степень расширяется. Ну, смотрите, вот у вас уже здесь степень вот здесь, она уже три, да? А у вас здесь еще омега лежит. Да, и омега еще два. То есть вот здесь вот степень будет шесть. Окей. А как понять, какая... Вот верно ли, что это расширение нормально? Ну, да, это на самом деле, вот любое поле разложения многочлена будет нормально. Ну, и, соответственно, все, на самом деле, нормальные расширения, там, если у вас характеристика ноль, то тогда это поля разложения какого-то одного многочлена. Ну, там можно, не знаю, как это объяснить. Можно сказать, что, например, у вас Q, вот эта штука равна просто Q от гаммы какого-то, да, где гамма вида опять, там, корень кубический из двойки плюс там С на омегу. Ну, можно там С взять, наверное, равным 1, скорее всего. Вот. Ну, и, соответственно, так как у вас сопряженные вот такой штуки будут в точности, ну, надо, как бы, взять один из этих штук, да, и здесь омега заменить, ну, либо оставить омега, либо на омеге в квадрате. То есть их тут 6 вариантов будет. Вот. Соответственно, вот это, это будет, ну, то есть все сопряженные к такому гамма лежат вот здесь, да, поэтому автоморфизмов сколько будет. Ну, почему сопряженные будут именно такие? Ну, например, например, это можно так понять, например, если вот у вас есть какой-то автоморфизм, да, вот у вас есть всегда автоморфизм, который гамма в гамма штрих переводит, в другой сопряженный. Тогда смотрите, тогда у вас, ну, давайте, вот тут есть, давайте напишем, фиет гамма, это будет фиет плюс с на фиет омегу. Ну, то есть у вас, ну, понятно, в общем, из этого понятно, какие сопряженные будут у гаммы. То есть это надо взять тут сопряженные у корня кубического и сопряженные у омега. один из них. Один из них. Окей. Значит, ну что, понятно? да, два сопряженные у нас, да, два сопряженные у нас, да, ну и поэтому, да, поэтому сколько автоморфизма будет? Ну да, шесть штук. То есть вот по предыдущему у нас опять там группа автоморфизма, она равна шести, да? Значит, смотрите, у нас есть, ну при этом эта группа, она переставляет вот эти три элемента. Значит, что можно сказать про нее? У нас есть шесть перестановок на трех элементах. Различно. Да, у нас всего есть перестановок на трех элементах шесть, поэтому можно сказать, что вот эта группа, она просто изоморфная стри. Окей. Вот есть... Ну вот, вот этих трех, да, вот корней x в кубе минус два. Ладно, так. Ну давайте попробуем какие-то код расширения выписывать. Значит, какие вы подгруппы знаете в S3? А, циклы длины 3, все. Да, значит, есть... Ну, эта группа называется A3. Ну, это там четные перестановки. Да, еще для каждой транспозиции. Значит, тут есть еще... Давайте я так напишу, значит, есть там транспозиция порожденная 1.2, транспозиция порожденная 1.3, и транспозиция порожденная 1.2, 3. Вот. Это вроде все подгруппы, да? Ну, еще есть там торжественная, да? Она лежит во всех трех. А, окей. Какие тут расширения тогда будут? Ну вот, например, А3, что соответствует. Ну да, если у вас, например, такой актоморфизм есть, который вот так, а этот переводит в корень кубические стройки, ой, корень кубические стройки, на омега в квадрате. Ну, а этот обратно сюда переводит. Как тут написать элемент, который сохраняет? Ну, не знаю, давайте вот, например, вот этот элемент, то есть вот у вас с одной стороны там си вот в корнях кубического из двойки на омега в квадрате равняется кубический. Да, если все три сложить, будет ноль. Ну и это можно, вот эту штуку можно разделить как корень кубический на омега и еще раз на омега, да? Значит, да, если вот тут разделить их, да, тут написать корень кубический на омега и еще раз на омега. Вот корень кубический на омега переуходит сюда, то есть у вас будет корень кубический на омега в квадрате и еще на си от омега. Да? Это равно вот этому. Ну да, у вас тогда си от омега вот эти вот сокращаются, да, и си от омега равно омега в минус второе, а омега в минус второе это просто омега. Окей. Ну и тогда легко видеть, что здесь расширение будет просто ку от омега. Что? Ну смотрите, тут на самом деле надо сказать, там просто вот... Ну да, если у вас степень, вот если вы еще что-то добавите, вот у вас не может так получиться, что степень станет равна 4, да, потому что итоговая должна на 6 делиться, поэтому она только 6 может стать. вот, но если у вас как бы элементы, которые, ну, которые остаются на 10, 5, 3, это вообще все, то тогда, ну, так не может быть, да, потому что у вас... ну, потому что какие-то элементы переставляют, вот, например, вот этот переставляют. Но тут еще есть такое уточнение, что на самом деле вот здесь вот, то есть, сейчас, значит, степень расширения вот эта над ку, она всегда равна индексу вот здесь. Это такое уточнение, то есть вот здесь вот индекс 2 и вот здесь вот степень расширения над ку, ну, и так всегда будет. И вот здесь вот будут степени расширения 3, да? Вот, давайте вот здесь посмотрим. Значит, если у нас... Давайте посмотрим, что сохраняется вот с помощью перестановки 1.2. Ну вот. У нас... А вот это наомика в квадрате, она переходит в себя. Значит, так, ну ладно, тут понятно, какие. Тут понятно, какой будет поле. Какое будет поле? Да, да, да. Значит, тут будет ну, тут будет ку. Если вот их обозначат там альфа 1, тогда их надо было сразу обозначить, альфа 3, тогда здесь будет ку от альфа 3. Ну и понятно, здесь будет ку от альфа 2, здесь будет ку от альфа 1, ну и так далее. Ну и значит, у вас степень вот эта над ку равна в точности индексу S3, то есть вот этой подгруппе из транспозиции в S3. Здесь индекс 3 и степень тоже 3. вот так. Так, ну чего? Значит, так, тут есть какие-нибудь вопросы по вот этому. Окей, давайте у нас 5 минут осталось, там еще был такой пример x4-2. Мы уже вряд ли, наверное, успеем разобрать, какие там подполя, но ну что за группа автоморфизмов мы успеем, наверное, понять. Значит, значит, какая тут будет степень расширения? вот если я напишу поле разложения, да, тут будет корень 2 в 4 степени, корень из 2 в 4 степени и ну и дальше там будет ну минус, минус вот это и вот это. Да, значит, вот тут какая степень над куб. Да, тут степень 8. Окей, какие группы из 8 элементов вы знаете? Их вроде ну их вроде штук 5, наверное, я не знаю. Ну есть Z8, там Z2 плюс Z2 плюс Z2, Z2 плюс Z4, еще есть квотернеоны и группа диэдра. Вот как вы думаете, какая здесь? вот одна из пяти. Да. У вас есть шанс сюда дать 20%? Не, не, не. Она не Абелева. А это? А? Не, вот это не Абелева будет. А она не Абелева? Да. А? Какая из них? Сузили до двух. А? Сузили до двух. Да, сузили до двух. Да, тут группа диэдра. Ну и как это можно понять? Не, а кукла тернеонов там. Если вы там И возведете в квадрат, вы минус один получите. А, ну как здесь понять? Ну я не знаю. Давайте так как код гамма напишем. Значит, код гамма. Да, ну гамма как код гамма. Ну вот это вот здесь можно написать не корень из двойки, а тут можно написать просто И. Да? Согласны? Ну опять тут С можно взять равным 1. Ну, в общем, давайте просто С напишем. Вот. Ну и смотрите, вот у вас опять вот этот элемент может переходить в один из этих. И есть еще И, которое либо И, либо минус И. Вот у вас группа диэдра. Вот у вас элементы, они есть как бы такой естественный. Значит, Д4 это что это там? Как-то перестановки, то есть движение правильного четырехугольника. Значит, вот у вас из этих движений есть те, которые сохраняют ориентацию, и те, которые меняют. Ну, то есть там повороты есть, и есть отражения. Вот. Ну и на самом деле можно увидеть, что вот поворот это или отражение будет зависеть от вот этого. И. Вот. порядка 2. Да, 5 подгрупп порядка 2. Ну, 4 отражения, и еще есть поворот в квадрате. Это все разное будет. Вот. И. Ну и в общем, и еще 4, 4, порядка 4 тоже. Посмотрите, какие там будут под поля им соответствовать. Ну, все тогда. Субтитры сделал DimaTorzok